Так-так-так-так-так, сам господин Шинкарчукс порадовал нас своим присутствием. Найхудший студент на потоке. Да что там на потоке? В университете. Нас всего в университете 57. Представьте себе заголовки завтрашних газет. Один из 57 харьковских студентов отчислен. Скандал. Так, цыц. Какой девиз нашего университета? Познавать, обучать, просветлять. Так что ж познавать, когда у вас даже физического факультета нету? Физического факультета нету, химического факультета нету, биологического нету, социологического нету. Пишите. Так, а ну не командуй. Привет, это Белевыше, программа о том, как и где учиться в Украине. И как при этом незабываемо провести студенческие годы. Такая сценка могла разыграться в Харькове. Когда был основан Харьковский национальный университет имени Василия Каразина. А это у вас, кстати, не плазмовая панель? Нет. Университет основан в 1804 году и носит имя Василия Каразина. В его состав входят 21 факультет и 4 научно-исследовательских института. Тут учатся почти 17 тысяч студентов и работает около 2000 преподавателей. Университет готовит 100 бакалаврских и 106 магистрских программ. Сегодня университет сотрудничает с почти двумя сотнями учебных заведений из около 50 стран мира. Университет имени Каразина предлагает широкий спектр направлений образования. Сегодня поговорим о классических гуманитарных и естественных специальностях. Если у вас склонность к изучению языков или просто хорошо подвешенный язык, то факультет иностранных языков филологический, философский, социологический, психологий и исторический именно для вас. Я вот, например, в детстве историком мечтал стать, но, как видите, не сложилось. Посмотрим, что же я упустил. Умению работать с первоисточниками учат на ИСТФАКе. По такому принципу действуют классические исторические факультеты ведущих университетов мира. Подобный подход позволяет работать в любой сфере. От преподавания и работы в архивах до телевидения и IT-сферы. Находят необходимые первоисточники, например, во время археологических экспедиций. Сегодня студенты и преподаватели факультета находят уникальные памятки Бельского городища или Салтовской археологической культуры. А упустил я возможность присоединиться к обнаружению вот таких исторических артефактов. Смотрите, вот этим чашечкам более тысячи лет. Или вот эти золотые скифские украшения. Или вот фигурки скифского периода мужчины и женщины. А вот это уникальное блюдо, изготовленное из рога лося. Ну и мой любимый экземпляр — фракийский горшок, который я с радостью возьму с собой. Шучу, конечно, не возьму, нельзя ведь. В музее собрано свыше 300 тысяч экспонатов, и все это руками университетских археологов. Коллекция охватывает период от третьего тысячелетия до нашей эры и до находок 17-18 века уже нашей эры. В музее кривом не занятий также проводятся выставки и экскурсии для всех желающих. Если вас интересуют вопросы, чем занимались наши предки, что носили зимой или даже что было раньше, яйцо или курица, вам сюда. Курица или яйцо? Ерунда какая-то. Главный вопрос — хочешь ли ты провести пять лучших лет своей жизни в самом центре большого динамичного города? Как что, видповедь так? Если ответ «да», welcome в Каразинский. Центральный и северный корпуса Каразинского — это визитка не только университета, а и всего города. Мощные и красивые возвышаются они над Площадью Свободы, самой большой, кстати, в Европе. Коридоры, вестибюли, актовые залы, лекционные и семинарские аудитории — помещений в этих корпусах просто не счесть. Но все они поддерживаются в надлежащем состоянии, а это значит комфортные условия для учебы. В свое время в Харькове составили рейтинг самых запутанных по планировке зданий. Так вот, северный корпус этого университета чуть ли не возглавил этот рейтинг. Здесь невозможно найти что-то с первого раза, смотрите. Смотрите. Снова вернулся на то же место, с которого начинал. Одним словом, вам стоит придумать систему каких-нибудь условных знаков и мест, где вы будете встречаться, потому что в первое время просто ничего невозможно запомнить. И где здесь выход вообще теперь? Кроме корпусов великанов, студенты Каразинского учатся еще и в двух зданиях в центральной части города. И, может, эти корпуса не такие известные, но тоже уютные и комфортные для учебы. Инфраструктура университета состоит еще из восьми общежитий, большинство из которых находятся в разных частях города. Но самая мощная движуха здесь — Студгородкена Атакара Яруша. Всего у Каразинского четыре Студгородка. Каждый автономный, с многочисленными кафе, столовыми, стритфудом и различными развлекательными заведениями. Студентов разных специальностей селят в общежитие таким образом, чтобы им было максимально комфортно добираться к своим учебным корпусам. Видели, как Андрей без компаса находит географические объекты? Наверное, у него способности к естественным наукам. Если вы разделяете его увлечения, в университете есть уникальная специальность — эко-геохимия нефти и газа. Эта магистрская программа объединяет студентов трех факультетов — химического, экологического и географии, геологии, рекреации и туризма. Занимаются они вопросом государственного значения — энергонезависимости Украины. И, кажется, у них есть свой вариант. Один из путей энергетической независимости состоит в том, чтобы, во-первых, повысить эффективность существующих скважин, а во-вторых, добывать углеводороды, а именно газ плотных песчаников, в которых запасы углеводородов очень большие. Но мы не разрабатывали соответствующие технологии и не можем это использовать. Хотелось бы это делать. И мы, соответственно, готовим специалистов, которые способны это сделать. Студенты университета могут проводить уникальные эксперименты, которые показывают, например, насколько среда пригодна для жизнедеятельности организма. В лаборатории эколого-таксиологических исследований даже я могу быть полезен. Например, покормлю ракообразных. Это можно сделать вот таким вот простым движением. Вот, ракообразные уже едят. Приятного! Смачного! Они это и правда едят? Или вот, например, соседняя научно-исследовательская лаборатория аналитической экологических исследований. Студенты в ней изучают свыше 50 физических и химических показателей, которые можно найти в окружающей среде. Если в школе ты очень убедительно врал, почему не выполнил домашнее задание, то здесь, в Каразинском университете, у тебя есть шанс продолжить блестящую карьеру актера. С 2018 года здесь работает студенческий театр, в распоряжении актеров которого есть сцена, реквизит, декорации и даже целый зрительский зал. Когда в Хайну появился студенческий театр, желающих присоединиться было хоть отбавляй. Сегодня же осталась где-то пятая часть. Актерское искусство, сценическая речь, пластика. Искусство требует времени и усилий. К тому же режиссеры делают ставку на хореографию. И это еще одна особенность этого театра. За первый год работы театра появилась и его первая постановка «Ящерица» по пьесе Александра Володина. Этой иронической истории уже почти 40 лет, но актуальность она не утратила до сих пор. Студенты играют с удовольствием, понимают историю и погружаются в образы своих героев. Ну, критика была неоднозначной. Это понятно. Первый спектакль — это студенты, непрофессиональные люди. А критика, она вся была такой профессиональной, театральной. И мы вкладываем это в головы студентов, что это не какой-то кружок по интересам. Мол, пришли, что-то сыграли и все. Нет, мы творим искусство. Но относительно актерской игры отзывы были очень положительные. Кроме театра, реализовать свои творческие способности студенты-коразинцы могут еще по крайней мере в шести студиях, которые работают при культурном центре университета. Это танцевальные ансамбли, клуб любителей поэзии, академический хор или индивидуальный вокал. Каждый факультет, кроме этого, набирает и команду КВН, а из лучших формируется сборная университета. Если же твой талант не укладывается в рамки существующих студий, это не повод отказываться от любимого дела. В культурном центре и его факультетских представительствах всегда открыты к инициативам. Да и в плотном графике развлекательных акций университета для тебя точно найдется место. Еще проявить себя на ниве естественных наук можно на биологическом или медицинском факультетах. Но не забывайте, самолечение может быть вредным для вашего здоровья. Поэтому не стоит рисковать и лучше довериться профессионалам. Их базовой подготовкой занимаются 12 факультетов университета, а непосредственно медицинский предлагает своим слушателям обучение на 14 профильных кафедрах и практику на 35 клинических базах. Высокий статус и большой опыт активно привлекает иностранных студентов. На медицинском их больше всего в университете. Больше всего мне нравятся все-таки преподаватели. Особенно те энтузиасты, которые желают нам дать больше, чем даже по программе рассчитанной, и знают, что нам пригодится в будущем все-таки больше. Делают на это упор, стараются дополнительные материалы какие-то подготовить. Наоборот, стимулируют студентов к обучению. Пытаются нам объяснить, что нам все-таки нужно. А еще у студентов-медиков есть возможность стажировки за границей. Сегодня это университеты, медучреждения Польши, Германии, Италии и других стран Европы. Даже при таком плотном графике местные студенты находят время, чтобы провести свои внутрифакультетские соревнования по мини-футболу, боулингу, бадминтону и другим видам спорта. Радует, что это демократичный факультет и университет в целом. К студентам прислушиваются. У нас очень яркая студенческая жизнь, поэтому, оторвавшись от методичек, ты можешь поучаствовать в многочисленных мероприятиях, реализовать себя не только в учебе, но и в той сфере, которая тебе интересна. Физкультура в университете не обязательно, но если хочешь заниматься спортом, нет ничего проще. Приходишь в спорткомплекс, берешь такую анкету и выбираешь одну из 17 бесплатных секций, например, фехтование. Если занимаешься фехтованием с детства, нечего и думать о выборе секции. Профессиональных спортсменов здесь окружат, надлежащие заботой и условиями, чтобы они достойно представляли университет на национальных и международных соревнованиях. Но и тем, кому захотелось почувствовать себя мушкетером в 18 лет, здесь тоже не откажут. Амуниция, естественно, с тебя, а вот площадки и тренеры с универа. Это на самом деле касается любой секции университета. Здесь и игровые виды спорта, и разные единоборства, и даже теннис или шахматы. Знаете, это первое место, где я вижу секцию стрельбы из лука. Речи, кстати, скорость этой стрелы – 250 км в час. Стрельба из лука – один из тех видов спорта, где не обязательно начинать с детства. Вот заинтересованные первокурсники каждый год и заполняют этот тир. Среди их тренеров и Виктория Коваль, чемпионка Украины и Европы, участница Олимпийских игр. Не так давно она сама училась на химическом факультете ХАЭНУ. Когда я училась, еще не было секции. Потом я уже выпустилась и пошла дальше по спорту. Еще позже получила второе образование, и мы уже вернулись сюда. Благодаря университету и нашим усилиям сделали ремонт и все это оборудование и открыли секцию стрельбы из лука. Своим личным успехом уже в качестве тренера Виктория считает свою воспитанницу Елену Борисенко. Пришла, понравилась, осталась, и за два года она стала чемпионкой мира в блочном луке. Ну и украшение любого спорткомплекса – это секция черлидинга. Захватывающе, красиво, полезно для здоровья. Местная команда – одна из лучших в Украине, а недавно привезла в Харьков европейскую награду. Ух, слушай, чувствую себя квотербэком американской сборной по футболу. Кстати, черлинг уже давно стал отдельным видом спорта, и в университете есть своя мощная команда. А почему эти девушки не принимают участие в каких-то научных мероприятиях? Знаешь, я как-то не очень себе представляю такое шоу в перерыве Олимпиады по физике. Но как бы обрадовались ее участники. Да, Олимпиады по физике уже никогда не были бы такими, как раньше. Это была первая часть программы о Харьковском национальном университете имени Каразина. Продолжение смотрите через неделю. На этом все. Пока. Берите выше. Редактор субтитров А.Семкин